То есть мужчина это тот, кто всегда перегружает. Ой, Господи, как он меня перегружает. То есть мужчина это тот, кто всегда перегружает, понимаете? У меня жена говорит, я от тебя уже устаю, может куда-нибудь пойдешь. Мужчина это тот, кто всегда перегружает. А женщины всегда гармонизируют. Ну понимаете, одни женщины говорят, ну так зачем эти мужики тогда вообще нужны? Вот, объясняю, зачем они нужны. Для того, чтобы все развивалось, менялось к лучшему. Потому что мужчины все меняют. Они нужны для того, чтобы все трансформируют, менять. А женщины все стабилизируют. Они нужны для того, чтобы все сохранять. Они хранительницы. Вот девочка, когда материал слушает, она все запоминает, как есть. Она ничего менять не будет. Она все передаст так, как ей сказали. Женщина-хранительница. Она любит все, чтобы ничего не менялось, все, чтобы было правильно. Правильно для нее означает неизменно. Для мужчины правильно означает, чтобы была победа. Для мужчины неизменность не является фактором правильности. Главное, чтобы результат хороший был для него. Победа нужна, понимаете? Не неизменность, а победа. Допустим, жена мужу говорит, слушай, говорит, ну что ты, говорит, вот мне жена говорит, ну что ты, вот смотри, ты, говорит, сидишь за столом, у тебя грязь круглогом, там это валяется, то валяется никакого порядка. Я говорю, смотри за то, какие я красивые вещи делаю, там в компьютере создаю, там лечение, людей лечу. Она говорит, это правда, но все равно нужен порядок. Понимаете? То есть, видите, мы по-разному направлены. И это хорошо, и то хорошо. Порядок нужен? Мужчины, порядок нужен? Нужен, наверное. Женщины, порядок нужен? Нужен, 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 нужен. Отлично. Все понимают, что нужен порядок. Одни больше, другие меньше. Теперь, чтобы лучше все было, нужно? Чтобы все менялось, нужно? Можно мужчин, говорят, женщины. Да, конечно. Вот. Поэтому и мужское начало нужно, и женское начало нужно. Между ними всегда идет борьба. Если женщина с мужчиной встречается, начинает жить вместе, что получается? Что-то не очень хорошее. Если посмотреть глубоко в корень. Почему? Потому что первое, что получается, они друг от друга устают. Идет разряд. Плюс на минус идет разряд. Искра. Энергия ускоряется. С одной стороны, это приятно, энергии много, очень ускоряется энергия. Классно, приятно очень, ускоряется энергия. С одной стороны. А с другой стороны, ускорение энергии приводит человек к чему? Быстрому разряду. Ну, то есть, замкнулись друг на друге. Дальше что начинается? О, я уже не могу, с тобой устала. Почему? Быстро разряд происходит. Разрядились. Поэтому нужно изучать, как жить вместе, мои хорошие. Сколько вместе времени проводить. Потому что разряжаетесь быстро, значит, больше общаетесь женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. В медической культуре, в древней, были женские покои, были мужские покои. И мужчинам нельзя было заходить к женщине покоя без ее разрешения. Он стучался прежде, чем заходить. Женщине в мужские покои нельзя было без разрешения. Она стучалась. И спали они в разных комнатах для того, чтобы не разрешаться слишком сильно. Чтобы потом не говорить, я с тобой уже больше не могу. Понимаете? Потому что все уже, как бы, заряд кончился. Не изучаем. Не знаем, как правильно. Так возвращаемся к женщине. Я вам говорил о том, что есть три энергии души. Если душа хочет, надоело уже войны, сражения, преодоления. Хочу счастья. В следующей жизни. Хочу счастья, любви, гармонии. Отдохнуть хочу от всего этого. Хочу, чтобы хорошо было, спокойно. Тогда она рождается в женском теле. Она рождается для любви, эта душа, для гармонии, для счастья, не для аскез. Если жена родилась в женском теле, послушала лекции Олега Геннадьевича, и там говорится, надо рано утром вставать. И она такая вдохновленная, встала рано утром, такая, прошло полдня, потом думает, что я дура себя заставила. Издеваюсь что-то над собой. Надо, я же в женском теле родилась, мне надо счастье, гармонии, покоя. Зачем мне такой напряг вообще нужен? Женщины в своем сердце чувствовали это, да? Какое-то насилие над собой, насилие вообще. Не хочу никакого насилия. Хочу счастья. Я в женском теле родилась. Так, женщины? Чувствовали? Эти стульчики разъезжаются, вы упали кто-то, да? Нет? Пластиковые стульчики могут разъезжаться. Если у кого-то разъедется стульчик, надо обязательно об этом сказать. Мы будем предохранительные меры какие-то делать. Обычно стульчики разъезжаются у женщин, которые слишком сильно погрузились в женскую природу. Слишком сильное погружение в женскую природу увеличивает количество женской природы. Она становится все больше и больше. И стульчик иногда не выдерживает даже. Итак, женщина родилась для чего? Для счастья. И кто это в первую очередь должен понять? Мужчина. Мужчина. Поймались. И в первую очередь это должен понять я. Мужчина значит мужчина. Женщина значит женщину. Женщина родилась для счастья. Человек должен это понять. И мужчина должен понять. И женщина должна понять. Это важно. Это природа женщины. Хочу смеяться и любить. Хочу любимой быть. Природа женщины. Любовь, счастье, гармония. Вот такая природа у женщин. Если мужчина говорит, в первую очередь ты должна слушаться, готовить, стирать, убирать, сидеть дома. Тут в первую очередь это ты должна. Это значит, что он что? Не понимает? Зачем родилась женщина? Она родилась женщиной для чего? Для счастья. Поэтому обеспечь счастье сначала жене. Сделай ее счастливой, самодостаточной, чтобы ей хотелось смеяться и любить. Любимой быть. А потом она что будет делать? Стирать, убирать, готовить. Почему? Потому что почему женщина стирает, убирает, готовит женщины? Ну, женщина, давайте. Из благодарности она стирает, убирает, готовит. Из любви она это делает. Если она любит, она что делает? Стирает, убирает, готовит. Потому что женщина, мы говорили с вами сегодня уже, вдохновляется чем? Любовью. Не насилием, да? А любовью женщина вдохновляется. Она чувствует любовь, она стирает, убирает, готовит. Ей хочется это делать, правда? От любви. Не чувствует женщина любовь, чего ей хочется? Печалится, ничего не хочется. Не буду убирать, не буду стирать, не буду готовить. Почему она так себя ведет? Нет смысла жить. Женщина живет не для того, чтобы стирать, убирать, готовить. Не для ответственности она живет. Ты понимаешь, что у тебя муж голодный? Но не понимает она. Если нет любви, ничего не понимает. Она понимает только любовь. Если муж любит, она понимает, что он голодный, хочется заботиться о нем, хочется лечить его, хочется отдать ему свою жизнь даже. Если любит. А если любит, означает для женщины. Понимаете, для мужчины что означает любит? Что значит для мужчины любит? Вот мужчина любит женщину. Что это для него значит? Вот он любит женщину. Что это для него значит? Пользоваться означает балдеть от женщины, кушать вкусно от нее означает, трогать ее тело означает, наслаждаться телом означает. Это означает для мужчины любить. Слышите меня, да? Не отвлекайтесь. Для мужчины означает любить это, да? Так? Че для мужчины означает любить? Вы меня слышите? Для мужчины означает любить, означает, что о нем заботятся, о нем заботятся, да. Он наслаждается женским телом, красотой ее наслаждается. Это для него означает любить. Любить означает вкусно кушать от нее, хорошо отдыхать от нее, жить в комфорте, от нее, от жены. Для мужчины означает это любить. Понимаете, да? Это правильный подход или неправильный? Правильный подход или неправильный мы сейчас не говорим. Мы говорим о том, что он чувствует, что значит для него любить. А что для нее означает «Ее любят»? Она заботится. Это значит, что «Ее любят» означает, что ее понимают, ее делают расслабленной, делают счастливой. Это значит, что ее защищают, обеспечивают всем в жизни необходимым, чтобы она не парилась. Понимаете? Ну то есть для женщины означает «Ее любят» означает «Создают ей счастливую, комфортную атмосферу жизни». Это для женщины означает, что ее любят и в такую атмосферу, в которой все ее хорошо чувствуют. Для женщины означает, что ее любят, значит чувствуют, что она хочет. То есть мужчина, она считает, который любит, вот ей просто захотелось что-то и тут же, оп, он это несет. «Ее любят», значит любят. И когда мужчина ухаживает, так оно и получается. Чтобы женщине не хотелось, все он ей дает. Он всегда выполняет ее желания. И она думает, так будет всегда. Всю жизнь. Она надеется. Вы понимаете? Но он это все делает почему? Не потому, что он ее любит. Как мужчина любит? Еще раз повторяю, как он любит. Он любит трогать ее тело. Любит, когда ему вкусно рядом с ней. Любит, когда его расслабляет рядом с ней, потому что он очень напряжен. Он любит, потому что она красивая. Это значит, что он любит. Смотрите, здесь никакой заботы нет вообще. Никакого понимания тоже нет. Желания защищать тоже нет никакого вообще. Гарантии давать тоже нет. Вообще этого нет. Если жена спрашивает, ты меня любишь вообще или нет? Он говорит, конечно, люблю. Докажи. Он такой раз ее обнимает. Что ты делаешь? Люблю. Она говорит, я не чувствую твоей любви. Она говорит, ты меня не понимаешь. Вот это уже другой вопрос. Потому что, смотрите, интересно знать, что мужчина чувствует любовь. Это не значит еще, что женщина рядом с ним будет счастливой. Потому что счастье женщине дает не ощущение от нее любви. Ей это счастье вовсе не дает. Ей счастье дает другая штука, которая называется знание божественной женской природы. И интересно знать, что даже если мужчина не наслаждается женщиной сам, но при этом очень качественно понимает божественную женскую природу и служит этой божественной женской природой, а значит, смотрит ей очень нежно в глаза, заботится о нее, бережет ее, ведет себя верно рядом с ней, стабильно, аккуратно, старается не перенапрягать ее, не раздражать, создает ей комфортную жизнь, счастливую. То это значит, что он ее понимает, а не любит. При этом не обязательно, что он будет ей наслаждаться, этой женщиной. Но интересно знать, что если женщина чувствует в себе такое отношение, то рано или поздно из ее сердца вырвется глубочайшая благодарность, благодарность, которая приведет к тому, что мужчина наполнится чувством по отношению к ней. Потому что благодарность, когда вырывается из сердца человека, то вместе с этой благодарностью, что вырывается из него? Его божественная природа. Вот, допустим, вы сегодня, некоторые люди говорили мне, Олеги Надевич, спасибо, что вы приехали, вы так нам нужны. В это время, когда этот человек говорил, я что увидел? Его божественную природу увидел, красоту в этом человеке. Красоту. Понятно? Вот поэтому человек, прежде чем любви ждать, должен сначала разобраться, как устроен этот мир. Он должен разобраться, как себя правильно надо с человеком себя вести. Кто такая женщина? Когда мужчина служит женской божественной природе, он на самом деле в это время служит Богу. Потому что Богу больше всего на свете нравится, когда уважают его жену. И Богу больше всего на свете не нравится, когда его жену не уважают. Я знаю много примеров, хотя бы моих друзей, которые читали лекции, были популярными, достигли многих высот в жизни. Но из-за того, что слушательницы лекции начали слишком сильно любить этих лекторов, и они слишком сильно клевать на эту любовь начали, в результате, они побросали жен и разгневали Бога таким образом. Потому что женская божественная природа также является энергией удачи для человека. Она является также энергией счастья. Она также является энергией достижений, славы. Все это женского рода имена, удача, слава. Все это женская энергия, понимаете? И люди, которые просто бросают жену, не удовлетворяют в Бога. Мужчина такой, лишается милости. Рада уже ему не рада. А значит, что в его жизни все будет не очень. Не очень. Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте, что такое любовь. Любовь не означает балдеть. Итак, мои хорошие, если вы хотите прожить счастливо эту жизнь, что очень сложно само по себе, вы должны понять сначала одну простую истину. Вы должны научиться видеть как можно больше того в близком человеке, что вы увидели с самого начала, когда решили выйти за него замуж или жениться на нем. Потому что именно это в человеке является главным. А все остальное является второстепенным в нем. То есть, что является в нем второстепенным? Это то, что приносит тебе боль. Это то, что тебя мучает в нем. И я уверен, что если бы вы это главное видели в этом человеке, то он бы никогда от вас не ушел. Это просто невозможно. Если ты видишь в человеке что-то не то, и на этом фиксируешься, это и выводит из равновесия человека. Это и вызывает в нем ощущение, что тебя предали. Понимаете? Даже если ты уже Бога увидел в храме, не надо менять свое восприятие человек. Что такое сектант или фанатизм? Это когда человек Бога в храме видит, и Бога в человеке перестает видеть. Для него все люди уже не такие хорошие, как раньше. И он разрушает свою семью в результате. Разрушает свою работу. Почему? Потому что он немножко ослеп по отношению к людям. Он не видит божественно в людях. Хотя в людях трудно увидеть божественно. Потому что в нем есть два начала. Есть начало, которое тянет вниз и оскверняет всегда в человеке. Есть начало, которое тянет вверх. Но чтобы увидеть то, что тянет вверх, надо прилагать усилия. А чтобы увидеть то, что тянет вниз, никаких усилий прилагать не надо. Это видится само собой. Понятно? Поэтому, мои хорошие, мои дорогие друзья, ваша задача заключается в том, чтобы научиться видеть то в человеке, что оставит в вас любовь на всю жизнь. А для этого правило номер один. Стараться не видеть грязи. Не видеть то, что вас оскверняет. Не видеть плохого. Сосредотачиваться на хорошем человеке. Есть только один способ сосредотачиваться на хорошем. Это служить ему. Когда человек заботится о ком-то, он чувствует благодарность в ответ. Через благодарность просвечивается душа. Вот если, допустим, я вам служу, говорю вам что-то важное в жизни. Вы благодарны в сердце. Через благодарность я вижу, что у вас... Что я вас вижу через благодарность? Чистоту, красоту. Все самое лучшее. Понятно? Не бываю. Даже если живу без тебя. И ждусь в тебя, как у всех кого. Как головокружение. И вижу в нем любовь мою. И думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгой. А жизнь еще длинней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. И тогда любовь бывает долгою. И жизнь тоже тогда будет длинней. Потому что, когда люди видят мелкое в зеркальном отражении, жизнь от этого тоже сокращается. Понимаете? Люди видят мелкое в зеркальном отражении, потому что заставляет судьба видеть. Она нас прижимает к мелкому. Заставляет чувствовать боль. Это судьба так делает. Она говорит, смотри, какой человек тебе достался. Он тебя мучает. Это несправедливость. Справедливость. Думай об этом. Страдай в отношениях с этим человеком. А что нужно делать? Нужно быть сильнее этого чувства. И все равно служить этому человеку. Можно близкому человеку служить двумя способами. Если он переступает черту справедливости, тогда надо служить его наказывая. Это тоже служение близкому человеку. Наказывать, служить, наказывая, означает наказывать любя. Ну то есть по-доброму наказывать. Не разговаривать с ним. Ну то есть вести себя так, чтобы он понимал, что к нему человек в сердце хорошо относится, но внешне он наказан. И он тогда будет изменяться, этот человек. Потому что все люди тянутся к любви. Как человека изменить с помощью наказания? Надо в сердце любить его. А внешне быть строгим. И так как человек тянется к любви, он поэтому будет исправляться. Понимаете? Но если ты не любишь человека, ты уже разочаровался в нем. Если ты поверил, что у него нет божественного внутри него, а все только плохое, то ты проиграл своей судьбе. Судьба тебя поставила на колени. Ты увидел мелкое в зеркальном отражении. И значит, любовь не будет долгою. И жизнь твоя тоже будет сокращаться. Потому что чем больше мелкого человек в зеркальном отражении видит, тем меньше живет. Невозможно жить в дерьме. Можно жить только под солнцем. В болоте солнца нет. Растение вянет. Я разок в Питере приехал туда и залез там. Ну там везде каналы такие вот. Я залез в один канал и там смотрю под водой растения. Ну прям которые растут на воде, на земле. Под водой прям я туда залез. И смотрю прям под водой на такой глубине растений. Много-много зелени, растений. Я так удивился, думаю, что они там делают под водой. Солнца нет. Не хватает солнца. Я не знал, что там уровень воды меняется в течение дня на 30-40 сантиметров. Я потом в следующий раз туда пришел, смотрю, они уже на земле растут. Понимаете? Хотя бы когда-нибудь человек должен смотреть на солнце. Иначе он теряет себя. Понимаете? Смотрите на солнце иногда хотя бы. Бывает так, что у человека в жизни так сильно судьба действует, что солнца нет в личной жизни. Оно село. Человек не видит в божественном близком человеке. Сила солнца отношений. Ну нет вообще, не на что посмотреть. Ничего нет, ничего не радует. Это значит, что человек должен идти в храм в это время. А если у человека нет отношений с Богом нигде, ни в какой вере, то, понимаете, жить только под электрическим светом невыносимо. Растение не будет ни плоды хорошие давать, не будет ни здоровым, не будет ни счастливым. Понимаете? Потому что свет любви человека к человеку подобен электрическому свету. В нем нет полного солнца. Поэтому человек не может жить просто в отношениях с человеком долго. А сейчас вся жизнь как устроена? Работа, дом, телевизор. Телевизор это даже не электрический свет. Понимаете? Это вообще непонятно какой свет. Там вообще ничего нет. Там просто мрак один. Понимаете? Для того, чтобы наполняться чем-то, нужно живой человек. Целоваться с фотографией невозможно. Понимаете? Телевизор это как фотография. То есть ты не имеешь контакта вообще никакого. Компьютер, телевизор. Просто у тебя через воображение, через образ ты чувствуешь любовь. Но нужно не прямую ее чувствовать. Вот почему вам как бы все лекции доступны в интернет. Все бесплатные. Чего вы сюда приехали? Чего вы сюда приехали? Возникает вопрос один. Есть один только простой ответ. Ответ заключается в том, что надоело смотреть на Олег Геннадьевича на фотографии. Хочется посмотреть живую. Нужен контакт. Правильно? Общение со старшим нужно. Поэтому, как бы, мои дорогие друзья, идите в храм всегда. Старайтесь ходить в храм. Потому что если вы туда не ходите, то судьба вас прижала к ногтю. И сразу же, когда судьба приживает к ногтю, что происходит? Вы божественно в близком человеке перестаете видеть. Вы думаете, что я с этим человеком связалась вообще? Что я с ним живу? В нем нет ничего хорошего вообще. Но он есть хорошая. Он душа. Он красивая, душа. Мягкая, пушистая. Но сейчас у него скользкий, вонючий период. Поэтому он так выглядит. Не сильно радостно. Но мы же хотим наполняться друг от друга. И видеть друг другу, любовь свою. Ну, знаете, человек иногда источает из себя любовь, иногда нет. Потому что у него бывают разные периоды. Это солнце светит всегда. Неважно, есть тучи или нет. Солнце всегда светит. Тучи это наша судьба. Иногда мы можем видеть солнце. Потому что у нас судьба хорошая. Иногда судьба закрывает нас солнце с тучами. Но солнце при этом всегда осветит. Солнце не пропадает. У нас судьба просто меняется. Поэтому Бога даже иногда можем видеть явно. И в молитве счастье испытывать. А иногда нет. Но при этом само понятие Бога не оскверняется. Мы при этом не говорим, что типа, с кем я вообще связалась. Зачем я в него верю. Мы такого не говорим же, правда? Просто мы не чувствуем. Мы знаем, что он чистый, он светлый. Просто мы не чувствуем. Потому что судьба даже Бога может закрыть. Но вот в чем разница? Когда судьба закрывает человека у нас перед глазами, то человек помогает нам считать, что он плохой. Он помогает это делать, понимаете? Но Бог так никогда не делает. Он никогда не помогает. Мы просто усилия приложили к нему. Вот вы, допустим, по-моему, дней пять или шесть назад были в отчаянии. И молились, говорили, я Бог, я Господь, я хочу опять почувствовать себя сильно. Тебя сильно. Правильно? Так ведь было? Дни пять назад. Это было среди дня где-то. Днем где-то. Она, вы видели, как она молилась так, да? Вот, пять дней назад. И сейчас Господь вам ответил. Вы почувствовали его вновь, вы испытали счастье. Он ответил вам. Он сказал, я здесь. Он всегда рядом, понимаете? Он как бы никогда, он может действовать через старших, через святое место может действовать. Но близкий человек не всегда так себя ведет. Он иногда подтверждает, что он плохой. Подтверждает, я так и думала, что ты такой. Подтверждение дает, понимаете, близкий человек. Почему? Потому что он заблуждается сам. Он не просветленный, он такой же, как мы. Иногда заблуждается. Еще раз говорю, если как бы не нравится, идите в монастырь, там всегда будете с Богом иметь отношение. Если вы сможете его почувствовать. А если нет, тогда придется учиться любить человека. Хотите быть счастливыми в этом мире? Ну, никто просто так здесь не родился. Учитесь любить человека. И об этом сегодняшняя лекция. Для того, чтобы любить человека, надо знать, что в нем любить. Ну, что в нем любить. В мужчине есть мужское божественное начало. Оно любимое всегда. Его невозможно не любить, потому что это божественное начало. Не человеческое. Это не человеку принадлежит. Это Бог живет в человеке. Господь живет в мужчине. Поэтому женщине хочется от природы уважать мужчин. Господь живет в женщине. Поэтому мужчинам, вообще всем людям на земле хочется от природы любить женщин. Самые любимые люди на земле. Это лучшая половина человечества. Это женщины. Они любимые все. Потому что в них живет Господь в виде любви. У Бога есть две половинки. Одна половинка имеет природу любви, а другая имеет природу ответственности, силы, могущества. И половинка, которая имеет природу ответственности, силы, могущества, ее называют Бог. Ну, условно. А половинка, которая имеет природу любви, ее называют супруга Бога. Бог означает богатый, могущественный. Понимаете? Говорят, всевышний, то есть нет выше никого. Он самый сильный, самый высокий, самый богатый. Вот. Но супруга Бога еще существует. Ее зовут Рада. Рада. Это та, кто радует, приносит радость, приносит счастье. И на земле есть две божественные династии. Есть лунная династия, ну, идущая от женского начала. А есть солнечная династия, идущая от мужского начала. И супруга Бога всегда рождается в солнечной династии. И она сияет желтым цветом, цветом солнца. Потому что она сияет тем, о ком она думает. То есть, супруга Господа всегда думает о Господе. Желтый цвет, это цвет мужского начала. У нас есть свет, вообще, свет бывает в зале. То у нас подпольное такое мероприятие, кажется. Такое, как бьется в темной печурке огонь. Давайте включаем весь свет, чтобы нам было светлее. Итак, супруга Господа рождается в солнечной династии, которая идет от солнца. Ее зовут Ра-Да-Ра. Переводится, со многих языков переводится солнце. А Да означает дарящий, дающий. Ра-Да, дающая солнце. То есть, супруга Господа, это та, которая дарит солнце. Понимаете, она дарит солнце, дает солнце. Вот. А Господь рождается в лунной династии. Луна означает, это означает женское начало. Женская энергия любви. Понимаете? Господь рождается в лунной династии. Женская энергия, холодная по природе. Женщины все тянутся к солнцу. Всем женщин нравится на юге жить. Там, где солнце. Потому что женщины тянутся к солнцу. Мужская же природа, она требует холода. То есть, прохлады. Люди любят прохладную. Вот, допустим, женщина с мужчиной живет, муж открывает всегда окно, мне говорит, жарко. Женщина закрывает, мне говорит, холодно. Так у вас дома, да? Женщина тянется к солнцу. Мужчина тянется к луне. Понимаете? Все люди к чему-то тянутся в этом мире. Кришна тянется к раге. Он наполнен ей. У человека цвет кожи, он состоит из... Ну, как бы... Если человек о чем-то думает, у него меняется цвет кожи. Допустим, если кто-то думает о солнце, то он солнечный, у него солнечная кожа становится. Кто о солнце думает? Кто о солнце думает? Женщины думают о солнце. Кто о солнце думает? Продолжение следует...